Спустя год простоя здесь вновь видят рабочих, а дольщики грезят надеждой отпраздновать новоселье в Новый год. 16-этажка Насухова 34 выросла уже давно. Объект не могут сдать из-за того, что парковка на этапе котлована. От нее напрямую зависит ввод дома в эксплуатацию. По проекту заезжать в подъезды будут через парковку. Год назад затянулось ее проектирование, а у застройщика закончились деньги. Дом Насухова один из последних, в строительстве которого не используют из кровощита. Проектировщики не могли привязать к этому рельефу местности проезжую часть. И пока не проектировали, мы не могли денежные средства привлекать. То есть нужно было сначала сделать проект, потом проектировать экспертизу, потом уже декларацию, ну и тогда выйти на продажу. У нас этого не было ничего. Мы вложили свои около 53 миллионов денег и финансирование закончилось. В этом году жильцы дома обратились со своей проблемой в администрацию города. В этом доме 300 квартир, то есть 300 семей фактически ожидают ввода жилого дома в эксплуатацию. Поэтому международная рабочая группа вместе с застройщиком начали процесс улаживания и решения тех ситуаций проблемных, которые на объекте возникли. В результате этим летом специалисты вышли на Союз строителей Алтайского края, чтобы организация выделила застройщику заим для завершения объекта. Благодаря этим деньгам сейчас и продолжается строительство. Поставка материала на объект, она уже осуществляется. То есть сейчас очень важно нарастить темп строительно-монтажных работ. Тот график, который изначально был заявлен застройщиком, сегодня в полной мере не соблюдается. Застройщик заверяет, что до конца года все-таки строительно-монтажные работы по вводу жилой части объекта будут завершены. И в дальнейшем объект будет представлен надзорным органом для ввода в эксплуатацию. Для контроля за ходом работ на объекте и их завершением, по словам Андрея Федорова, решено проводить заседание межведомственной рабочей группы по строительству многоквартирного дома на Петросухово-34 с выездом на строительную площадку в присутствии застройщика и с участием инициативной группы дольщиков.